В больнице скорой медицинской помощи в отдел травматологии каждый день обращаются около 20 людей с различными телесными повреждениями. Несмотря на то, что днем, казалось бы, нет источника бедствия, все тает и практически нет признаков гололеда, количество людей, стоящих в очереди в кабинет травматолога, не уменьшается. По словам врача Даурена Дюсимбаева, чаще всего травму по неосторожности получают люди в возрасте от 30 до 60 лет. Во многих случаях травмы можно было бы избежать, соблюдая ряд простых мер предосторожности, говорит он. Чаще всего случаются переломы запястья, лодыжки, растяжки связок, разрывы сухожилий, ушибы ребер. Я хочу сказать людям, во время экстремальных неустойчивых погодных условий не выходите без какой-либо срочной необходимости на улицу. Только в случае улучшения погоды и не спешите. На улицах, несмотря на теплое время суток, гололед наблюдается до сих пор. Между домами скользко, на ступеньках лестницы, на обочине дороги. На остановке падали многие из-за спешки. В коридоре травмпункта больницы скорой медицинской помощи с утра выстроилась очередь. У большинства посетителей характерные травмы. Да, я шел в магазин, ну утром пошел в магазин. Там гора, скользкая гора. Подскользнулся, а там еще рельса убитая. Вытянул пятку, ударился об рельсу, трещина на пятке. Шел в городе, скользко было, подскользнулся, оступился и подвернул ногу. Ну я вот только пришел, сейчас осматривать будут, наверное, снимок будут делать. В районе восточного там упало, в машину залезало, скользко вообще сильно. Воды много и упало, вот теперь рука болит у меня. Таким образом, семичане теперь будут вынуждены перемещаться по городу маленькими шагами, чтобы избежать травм и очереди в травмпункте. В свою очередь, врачи советуют принять меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте ликопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвой песком. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Талшин Шакартхан, Даня Райдарбеков, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей.